И вот летом приходит от неё письмо. Прости меня, Юрочка, со мной случилось несчастье. Я телеграмму тут же. Напиши подробности несчастья. Под ложечкой сосёт, я чувствую. Дождался подробностей, учитель там. По чести вернулся. Три пальца ему оторвало. Ну, она у его матери квальтировала. Не значит. В общем, три пальца не помеха оказались. Я бегом в финансовую часть, заявление писал, обменить аттестант. Спать не могу, не есть не могу. Картинки в мозгу представляются, как они там. Любовь крутят. Между собой. Пуля не берёт, я иду, прямо лезу. Ничего не берёт. Свереть начал. Четыре месяца. Тут в груди, как нарыв. И болит, и болит. Что-то разорвать хочется вытащить. Через четыре месяца вызывает меня комиссар. Говорит, поедешь получать новые самолёты. Неофициально неделя отпуска. Жене заедешь. Я говорю, жены нету. Была, вышла. Вся. Он читал твое дурацкое заявление. Вот это про аттестант. Я его отменил. При ней аттестант. И мурашки меня пошли. Я думаю, вдвоём аттестант жрёте. Там поеду. Сел, поехал. Ехал в дурацкое. Приехал в райцентр. Приезжаю. В райцентре. Встретил райуполномоченный милиционер. Встретил меня. Здравствуйте. Я говорю, здравствуй. Какого жару нет. Да. Есть угля одна пыль. Получил телеграмму от вашего командования. Я предупредили. Так что до деревни. Ну что тебе, 22 километра. Куда ты на ночь поедешь? Поехали. Хороший такой хлопец. Поехали, переночуешь. А утречком я коньяку тебе достану. Сядешь, поедешь. Хорошо, все будет. Хорошо, пришли. Жена на стол собрала там все. Спиртник поставила, пошла. Мы сели, пьем, молчим. Потом он говорит, а я про тебя все знаю. Я говорю, ну знаю на здоровье. А сам я не понял, что он. И там я как глухонемой. Что он так разговаривал ему, отвечал. Пьет он хорошо. Я тоже опять сели, пьем, смотрим. Говорит, пожалуйста, у меня к тебе есть просьба. Только ты скажи, скажи, дай слово, что ты мне ее выполнишь. Я говорю, даю. Тоже так, и все, все. Даю, говорю. Говорит, учи ее, чем попало. Как попало? Только, чтобы без смертей у меня было. Учти. И вот так постукал по столу. Я деваться некуда. Ночью я сплю, думаю, ну, постукал же, знает, ничего. Убежать не. Да, приехал в деревню. Приехал эту, сынок бежит навстречу. Сестренка, говорю, где, сынок? Говорит, в больнице болеет. У тебя на голову, говорит, заряженный папка. Я говорю, подожди, Вася, с на нам. Мамка где? На работе, говорит, мамка. Она придет поздно. Я пришел. Она на лесозагатовках работала. Бремна, ты понимаешь, какая невидали? Вот этот бетюх здоровый с детьми, два плюс три складывает, а баба бревна ворочает. Ну, ладно. Сел, зашел к учителю домой, сел за стол. Так, сижу, ждут. Мать такая, маленькая, шаш, 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 по деревне, пошла, пошла. Рассказывает всем, что ритуйте меня, там убевец сидит с наганом. Мой сын дружил с учителем, побежал, говорит, мой папка приехал, с наганом с большим, он твоего папку постреляет. Учитель раз, школу на замок и в район. Край уполномоченному под крыло. И рой. Я сижу, люди так шастают, колодом ушастают. Я смотрю, думаю, что он все время в окно так заглядает. Я злой был, не дай бог, не дай бог, я сам себя тогда боялся, какой я был. И поздно, вечером, так, уже, да, уже было, поздно, уже солнце тогда произошло. Приходит вора, зашла, здравствуй, говорит. Сюр-сюр такой, сверчок, сверчит, вот так на уши давит. Я молчу, она говорит, ты меня не признаешь. У меня суп испил, хоть долотом разжимает, ему разорвает. Такой такой. Села на стол, собрала, сели, поели, сына спать уложили, все, и молчим. А потом она не выдержала ночью. А говорит, Юра, я с того письма, вот, что ты мне присылал тогда, я с ним больше не жила. Хоть кого спроси, плачет. Я тебя люблю, говорит, Юрочка мой, до утра вот так. А я, я молчаю, ничего, вот так вот, вот так лампа горела. Утром встал, сходил к дочке в больницу, вернулся из больницы. И она сидит, плачет, потом говорит, Юрочка, солнышко мое, прости Христа ради меня, прости, и плачет. А мне солнышко, как засело солнышко, я за стол уцепился вот так, и крик, вот, страшно, и молча, и дерзусь, чтобы не схватиться только. Всякие слова начало говорили, ты подлюгой называл, и, ее, мать, дерзусь. Умкий, задавлюг, добрый удержался. Она, конечно, молчала, и все. И не жил я с ней ни разу за это время. Зубы сцеплю, но отчего не жил. Вот зверь. А это... Ну, так я же на женщин глядел, как. И сидит, а вот. Понимаешь? И на чужих. Я не святой такой, чтобы не посмотреть даже. Правда вот. Не жил, сэ. Что? Да, ты ничего не жил, сэ. Ну, правда, в последнюю ночь. Не выдержал. Зверь полез. Я думал, что прогонит. Неа. Лежит. Тихо-тихо. Такая тихая, гласная. Ничего. Молчит. Тихо-тихо. Кто говорит, простил меня, Юрочка? Я Оленя не простил. И рано собрался, с сыном не попрощался за шум. Уехал. Ипша.